здравствуйте дорогие друзья что завершающий день хануки еще кто не успел насладиться праздником что-то сделать есть возможность надо помнить что в хануке главное это не латкисы то что сказали наши мутрицы по поводу этого праздника установили 8 дней хануки для благодарения и хвалы всевышним то есть нам надо благодарить бога и учиться и кто не умеет народ который не научился переживать настоящую радость он не приходит к богу именно поэтому мудрецы установили время чтобы благодарить и восславлять всевышнего все восемь дней хануки то есть посвятить праздничные дни хануки воспитание в себе благодарности творцу открывая какие-то наши источники внутри себя надо учиться благодарить это тоже такое дело рыбы например любавички считал что когда ему задали вопрос там женщина с излишним весом он сказал что излишний вес вообще преувеличивается ущерб наносимым и во-вторых не следует думать об этом постоянно если человек перестанет на этом зацикливаться возможно у него уменьшится потребность там переедать заедать стресс он станет спокойней то есть самое главное написал рыба служить всевышнему в радости даже отвечая на какой-то конкретный вопрос надо учиться этого вернемся к нашей недельной главе ищем обычно при выезде из египта ночевали братья якова на постоялом дворе я открыл один из помните братьев с мешок задал корм своему вслу вытащил деньги испугался такой вопрос они задали что это бог сделал с нами то есть люди которые глубоко понимающие ситуацию когда что-то происходит любая вещь на земле что-то они видят почему это бог сделал что он хочет мне сказать для чего этот вопрос какой здесь намек на что написано намекают надо смотреть все время здесь есть чудесная сила веры в то что ничего не происходит случайно все свыше нет ни листик не случайно не падает мы должны задать вопрос себе что нас ожидает они бог разговаривает с нами обстоятельства нашей жизни это урок еще и дней хануки благодаря за чудеса которые мы отмечаем победу над грехами там не многих нам многими праведниками злодеи праздников и что зажигаем свечки чтобы для чего чтобы отметить чудо в чем здесь суть потому что мы знаем что это мы богу зажигаем свечки мы знаем что это сделал нам бог знаем что мы победили для того чтобы служить в храме что это сделал бог он так заповедовал это урок для всех обязаны мы спросить что это сделал нам бог почему удостоили с одной стороны там прийти куда-то там на землю израиля с другой стороны то что мы видим творится почему как мы должны подняться в соблюдении торы заповеди кстати а хануки еще можно успеть один день существует вот ханукальные пончики это не просто пончики рамбам великий маймонит живший около тысячи лет назад написал что вот это обычай пончиков тот кто будет кушать пончики обжаренные масли там то будет благословение в заработке на весь год тот кто аккуратен с этим обычаем написано придет на благословение исчезнут его долги представляете того что съел пончики долги исчезли надо попробовать а вдруг написано и установили эти восемь дней хануки чтобы благодарить и славить возвращаемся да в праздник ханука мы можем написано укрепляться в том что бог нас любит что все коронаток обратиться к нему правильно попросить ведь чудеса которые удостоились предки наши в эти дни хануки означает что всевышний не только не оставляет никого в испытании он делает все для нас любые чудеса всегда будет совершать ради нас великие чудеса надо помнить только одну важную вещь и сказал рабе оруж во всякий момент жизни человек стоит перед выбором большинство людей считает что выбор начинается с практических вопросов что следует сделать как поступить там куда пойти на самом деле выбор начинается раньше с вопроса о том радоваться своей участии или нет радоваться всему тому что посылает те бог или каждый раз страдать вот то есть чек сам выбирает направление своей жизни вектор а бог уже его поможет когда он выберет бархавы от слаха ханука а самая всего самого самого лучшего